из них окажется сильнее очень рассчитываю на более-менее равную игру именно но вот мы вчера тоже с бафиком сидели обсуждали и говорили о том что сейчас на данный момент вот топ-3 условный азиатского региона это как раз вот минеский экзекрейшн и по идее там должны быть еще и тнс но это уже посмотрим все будет зависеть от результатов но вот конкретно на бумаге по составу действительно выглядят сильные не могу сказать то что окончательно не задалось вчера вчера они играли кстати вот вчера была история перед игрой тнс бафик ко мне подошел и сказал сейчас тнс развалят просто 2.0 и они развалили причем развалили легко и непринужденно так как это и должно было быть по-моему это была сейчас история не о том какие тнс жесткие а там какой бафик жесткий да нет ну бафик то ладно то То есть дело не в афике, понятное дело. Тинси жесткие, Минески жесткие, Экзекрэйшн тоже жесткие. Все жесткие. Ну, понимаешь, вот в этом есть, наверное, прелесть поздних стадий турнира, когда команды не жесткие, команды, которые пока только пытаются как-то устаканиться, найти себя в мете, найти себя на сцене, выбывают, и остаются только... Ну, просто слово сегодняшнего эфира — это жесткие. У нас сегодня будет жесткий эфир. Да, это жестко. И в итоге у нас появляется пак, появляется Эр Шейкер от Экзекрэйшн. На первые два пика Минески берут себе Нейт Сталкера и Некрофоса. В общем-то, привычный набор героев на первой стадии драфта. Больше даже нечего сказать. Понятно, что мы видим баны либо Никс Асасин, либо это Виноманцер в первой стадии. Но вот решили забанить Никса. Я уже про Лича вообще ничего не говорю, потому что Лич улетает сейчас инстантно в бан. На первой стадии, но и, кстати, Виседж первым банном во второй стадии тоже улетает. Ну, тут все понятно, потому что это нереально популярный герой по каким-то причинам, вернее, по ряду причин, по всем понятным причинам. Его любят все регионы, причем любят на кор роль. Если вы последнюю неделю провели в инобиозе, добро пожаловать в мир Кэрри и Мид Виседжа. Да, или оффлейн Виседжа. И, кстати, Минески на нем очень круто играет Айс 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 Айс. Да, верно. Он уже демонстрировал нам этот навык. И Виседж, и Виверна в оффлейне, кстати, тоже от Айс Айс Айса. Это такая вот своеобразная фишка. Козырь в рукаве, наверное, команды Минески. То, что берут Дэрилу таких вот нестандартных и нетипичных, совсем нетипичных для оффлейна героев. Но Айс 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 на этой Виверне он просто так разваливал. Он крошил, ну, буквально крошил реально треплу у себя в сложной линии. Ну, Айс 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 всегда славился своим широким пулом героев. Я прям помню, это со стародавних времен. Там чуть ли не оффлейн инвокеры какие-то залетали ему. Да, и при этом все время остаются стабильные герои, которые мы привыкли вот называть сигнатурками. Его сигнатурки там Тимбер, Дарксир. Ну, больше все-таки Тимбер. Избавляются от Темпларки и Экзекрейшн. Понимают то, что Некрофос — это герой, который идет не в центральную линию. Это, скорее всего, оффлейнер. Правда, вчера в СНГ-регионе мы видели и Мидового Некрофоса от БЗЗ. Да, и Центр. И Некрофос вот тоже такой герой, что и Центр, и Керри, и Мид. Вот просто куда угодно его ставьте. Да, я с тобой соглашусь, но вот по моим наблюдениям и таким ощущениям за вот этот короткий старт сезона, в то время, что мы уже наблюдали за играми, чаще все-таки оффлейн. Да, но тем не менее вот качует он с позиции на позицию. Дисраптор появляется в Экзекрейшн. Интересно, куда пойдет пак? Все-таки оффлейн или же будет он стоять в центре? Если честно, тоже склоняюсь к оффлейну. Правда, это пока что, скорее знаешь, такое интуитивное предположение, потому что мы не видим всего полу-героев, мы можем только догадываться. Если что, у нас потенциальный оффлейнер в лице Шейкера также есть. Но я почему-то думаю, что пак именно оффлейнер будет, потому что хорошая такая драка опять-напять вырисовывает свою Экзекрейшн. Вот сто лет уже не видел Шейкера, но оффлейне все о регионе. Все о регионе. Я вот заметил, что в СНГ оффлейн Шейкер он не утратил популярность. Еще так, в Сей-регионе же Шейкер оффлейн как-то вот совсем не популярен нынче. Шадо Шамам появляется, тоже один из популярных героев в этом регионе. Что касается вообще Шейкера в оффлейне, Шейкера на четверке и Сей-региона, у меня вообще складывается ощущение, что Сей-регион своеобразные новаторы в вопросах перевода героев из оффлейн-квалификации в квалификацию суппорта. С Никшом так было? Да, я прям хорошо помню тот момент, когда Никс, настолько привычный, настолько заурядный для нас оффлейнер, внезапно стал появляться на четверке. И это все было в Сей-регионе, и потом уже стало доброй традицией для мировой Доты в том числе. Дарксир. Вот я подумал, ну ладно, сейчас будете говорить, вот от Мазы пошли. Я что-то не думал. На самом деле я думал о Дарксире, потому что под Дисраптора он очень круто смотрится. Дисраптор, Шейкер, Пак, сюда еще вот все это дополнить Дарксиром, и было бы идеально. Подумал, но не сказал. Даже в какой-то степени удивляет то, что Минески решили не избавляться от этого Дарксира в стадии бана, потому что уже выбор Пака и Шейкера указывают на какое-то такое желание массового столкновения. Я бы так сформулировала от Exegregation. Ну и опять же, если ты был прав со своими предположениями, то я оказалась не права, ведь Дарксир отправится в оффлейн, а Пак пойдет в мид. Получается так. Главное теперь пикнуть себе очень хороший план Б какого-то полноценного кэрри, например, такого хардкэрри, физдопейсера, который, если что, затащит тебе игру в уйти. Если с этими комбинациями драками что-то пойдет не так. Тимбер от Минески, причем играть на нем может как Ice Ice Ice, так и на На. На На тоже показывал очень крутой скилл на этом Тимбере, играя в ВГ Юнити в свое время. Что, последний бан остается команде экзекрейшн? Ну, по сути, не хватает еще одного кор-героя, и опять же, вот незадача. Есть два героя у Минески, которые могут абсолютно на любую линию прийти, вот просто на любую. Могут на любую, но в любом случае, герой, от которого сейчас нужно избавляться экзекрейшн, это опять же какой-то ярко выраженный керри. Неважно, пойдет ли он в Минт, или пойдет ли он фармить легкую, нужно брать какого-то физдпсера. Да, причем пока что не показали экзекрейшн именно своего керри. Избавляться от джиггернаута. Ну, в принципе, вполне логично. Получается, в экзекрейшн будет Свен, думаю, так, как Минески сейчас нужно банить именно его. Джаггер неплох против Свена тем, что он обычно собирает дифуз и может пуржить варкрай, и он круто вписывается в комбинацию с Дарксиром. Ну, в принципе, да, но возможно. Все-таки, знаешь, Свен это такой герой, который и сам много бегает, дерется, там, после стартовых артефактов на разгон ему покупают Блинк, и он такой же полноправный участник файтов. Блинк, Масков Мэднес, вот, тем не менее, все равно, стоим приверженцем Свена, он популярен в этом регионе, но банят именно Бладсикера. Возможно, Минески предположили, что, в принципе, в фармешку играть экзекрейшн не захотят, и возьмут какого-то героя, который активно дерется, и, в принципе, на фарм не сильно отвлекается. Да, фарма здесь будет не очень много, на самом деле, вот именно у экзекрейшн. Я думаю, что пофармят они первые, там, минут 15, берут антимагами на эске. Вот кто явно планирует фармить не 15 минут в этой игре. Да, причем АМ тоже популярен в всей регионе, даже вот на второй стадии драфтов. Ну, здесь на третьей взяли, на третьей фазе пика. Будет ли Свен? Ну, Свен неплох против антимага. Так вот, если посудить. Вроде бы нет героя, которому шел бы там диффуз вот прям очень сильно, чтобы пуржить варкрай. Хотя магический прокаст есть хороший. Слушай, ну мы с тобой видели уже антимагов с диффузами. Ну, Миракл в пабе, да, собирает, когда это нужно. Когда, ну, действительно, просто вот мипа. Вау. Вот так вот. Мипа для для Габи. Ну, вообще, обычно на мипа играет Рейджем Потейто возможно еще свапнутся. Посмотрим, как своими героями распорядятся экзекрэйшн. Я почему-то был уверен, что это Свен. Вот мипа я вообще бы не предугадал бы здесь. Но в экзекрэйшн есть исполнители на мипа. По крайней мере, вот одного я знаю, это Арпи. Но, если Габи взял, видимо, Габи тоже что-то умеет на этом герое. Но будем надеяться. Может быть, просто это троллинг Арпи, который, видимо, АФК, потому что героя пока не пикает. Да, в Минеске сейчас попробуем разобраться по линиям. Ну, Антимаг, понятное дело, пойдет в легкую линию для Муши, вот АМ. И Тимбер забирает себе Айс, а Нана забирает Некрофоса. В принципе, я думаю, по линиям нереальных сюрпризов никаких не будет. Скорее всего. Ну, может быть, кто-то попробует кого-нибудь обмануть, прийти и агрессивный треплой, даблой. Но пока каких-то причин на это не вижу. Я думаю, что и Мипа, и Антимагу им просто выгодно на старте получить свое преимущество, сильно не парясь. Да, только проблема для Антимага будет состоять в том, что Мипа разгоняется быстрее, намного быстрее. И артефакты он покупает себе дешевле. Сборная Игры Престолов играет с командой Экзекрейшн просто. Сразу две аватарки из этого популярного сериала. Да, будем смотреть, свапнуться ли героями. Что-то у кого-то подлагало, да, Люмик. На самом деле игроки просто продолжают праздновать день рождения Алохи. Да, но пока стоит пауза, есть прекрасная возможность представить команды в Экзекрейшн играет они за Рэдиант, Реджем Патейта играет на паке, хотя может свапнуться с Габи потом. РР на Дисрапторе. РР, кстати, тоже потрясающе показывал игру вот с этим стилом Аегиса, когда мы с Каспером комментировали и когда он просто на Вичдокторе зашел, на морозе дал каски, ушел в Гост, украл сыр, Аегис и просто сделал телепорт от трех коргероев. бывает. Джеймс на Дарксире, Габи играет на Мипа и Люмик играет на Шекере. И команда Минески со своим капитаном-пикером Джапсом, который сыграет на Шадоу Шамане с Айсайсайсом, который будет играть на Тимберсоу, муж и пойдет фармить на антимаги. Нинджи Буги будут бегать по карте и включать ночь на Найт Сталкере. И Нана сыграет на Некрофосе. Именно. Ну что ж, у нас как раз просто по заказу начинается игра. Это просто была тактика пауза, чтобы позволить комментаторам представить игроков. Ничего особенного. Обычно мы больше внимания уделяем вардам, стартовым перемещениям. Тут пока что все довольно дефолтно. Причем не заметил Шадоу Шамана у Шейкера, который поставил вард. Ну и сам Шадоу Шаман останется незамеченным по идее. Да, но он поставит такой обычный, как вот ты любишь говорить, заурядный лейнвард. Но если кто-то кого-то здесь испалил, то это конечно же были минески, которые увидели, куда Шейкер поставил свой второй обсервер. Не могу тебе сказать. Смотри, какой вижу лейнвард. Ну конечно, сейчас-то я тоже не могу сказать, когда вижу ау-е-варда. Меня еще удивило, что довольно близко прошел ЕС, но при этом никто не пинговал на него, никто не обратил на это внимание, по крайней мере, по видным нам признакам. Да, вард не достает видимости. Ну, опять же, где-то здесь Шейкеру немного даже повезло. Но это везение может потом очень дорого стоить команде в минеске. На самом деле есть такой нюанс, что в миде, когда стоит какой-то лейнвард, его в принципе очень легко спалить. То есть тебе прилетает одна неосторожная тычка куда-нибудь с лоу-граунда, и ты же понимаешь, ребята, надо девардить. Нападают внизу на Джеймса, но убить его не смогут, просто прогонят отсюда с руны. Джеймс хотел руну забрать, да, и Дэрил в итоге говорит, что не на того напал. Руну у него отжать сложно было. Джеймс даже крипов пытается увезти, и, кстати, под вышку заходит. на, но, что тимбер увел крипов, здесь уже муши, который будет стоять против Дээса. Прям трепла у нас Получилось Они свапнули с линиями Просто немного перехитрили игроки команды Не стали пытаться убивать Знаешь, есть такая фишка Когда ты Свапаешься линиями Раз уж ты оказываешься на линии Втроем и раз в четвером Почему бы не попробовать убить героя Перед тем, как сделать тэп-аут Но не стали пытаться Да, Паку у нас все-таки оффлейный Играет на нем Рейджем Потейте Габи на Мипо в центре Стоит против Нана Но в целом Пока что приятная линия для Некрофоса Хотя вот Мипо подбивает Причем Мипо пока что только один На второго уровня Прокачал себе пуф Здесь Шадоу Шаман уже разминает Джеймса Знаешь, по сравнению с тем Как до этого Тимбер разминал Джеймса Вот эти тычки Шадоу Шамана вообще, по-моему Не делают погоды Да, и самое вот интересное То, что Тимберу на этой линии Ох, как не сладко Во-первых, с Тимбер Чейном тут особо не поиграешь Дисраптор может тебя постоянно возвращать В этот момент Муши Делает Фрестблат С помощью сеточки Думаю, что Джеймс, может быть, и сам не ожидал Что он так склеится за один только дюрейшн сетки Да, причем Ну, Найт Сталкер Тоже Немного У него отсутствует мана Тоже можно сделать вывод, что поразминал Вот тут разминают Тимбера очень сильно И Айсэйсайсу только приходится довольствоваться крипами под вышкой Даже их Дисраптор старается динаить А тут опять Джеймса забирают Ну вот Сетка, теперь еще Эзершок И выход от Нинджабуги Да, актуальная получилась притяжка от Найт Сталкера В миде пока особо ничего сделать не получается Но он времени зря не теряет Нападает на других линиях Что весьма полезно для четверки Особенно такой, как Баланар Это раньше Баланар убрали талон Он убил лес и параллельно там что-то ромил А сейчас Баланар кормится Знаешь, Роме ноги кормит Только на этих киллах перемещениях он может что-то делать А вот втроем в миде можно напасть и на Мипа Да, и кстати один Мипа немного побитый Сетка должна быть от Шадоу Шамана Есть сеточка И подходит сюда Найт Сталкер Делает последний удар на Нана И забирает фраг Хорошее перемещение от суппортов команды Минески И совершенно черная нижняя часть карты Очевидно предполагали, что сверху будет стоять трипла Сверху будет какая-то ротация Ну или хотя бы Дабла с Антимагом И можно будет хотя бы перемещение Шадоу Шамана контролировать Но тут ошиблись и прогадали экзекрэйшн Да, хотел сказать о том, как страдает Айс Айс Айс, но Джеймс страдает больше Судя по уровню Ну и Джеймс умирал два раза Делает отвод Джабс В скобках нет Вернее как, отвод он в принципе делает, просто отвод не делается В миде по-прежнему у нас почему-то коцанный мип Вот интересно, его разминали с помощью Найт Сталкера Или это уже в соло вопрос решает Некрофус? Скорее всего, соло Некрофус и Найт Сталкер уже подходят к руне И сейчас нужно быть Джеймсом осторожным Потому что после того, как заберет Найт Сталкер руну четвертая минута Это значит то, что будет ночь И ночью Найт Сталкер очень опасен конкретно против мипа Потому что мипа любит уходить в лес на фарм Чтобы быть таким вот более жадным И много денег получать Приходит сюда люмик У Габи проблемы Подходит также Найт Сталкер И Мун, он же Нана, прохиливает Минус мипа В очередной раз погибает Габи Нельзя не отметить ту работу по карте, которую проделывают ниндзи-буги Два убийства на Дарк Сире Приду только одно, по-моему, с его участием Ну и два убийства мипа, которые 100% без него не обошлись Да, и в принципе и Найт Сталкер, и Шадоу Шаман Очень сильно помогали И в центральной линии, и на Дарк Сире сделали два фрага Можно отметить их работу Можно говорить о том, что удался старт игры у суппортов команды Минески И благодаря им завоевали все-таки стартовое преимущество Самое главное это темп удерживать, потому что, как ты верно отметил, наступит момент, когда мипа свернет в лес И тут важно не давать ему спуску, потому что если ему дать, не знаю, там 5-7 минут фрифарма То все эти смерти на линии, они будут слегка компенсированы Да, мипа все равно свое наберет ПТ Драгон Лэнс и... Потом уже даже можно будет и повоевать Преградили Найт Сталкера, и сеточка пошла от АТМ, от Шейкера сюда подходит Шадоу Шаман Найт Сталкер может погибнуть, но он взлетает Дизраптор тут, но его убивает нейтральный крип, а тут коса пошла по мипа В итоге в минусе, оказались экзекрэйшн вновь Не повезло даже с этим килом на Найт Сталкере Он просто полетел и отдался нейтралам Да, и счет 5-0 в пользу команды Минески, несмотря на то, что мы видим смерть Найт Сталкера Да, Шейкер приходит, он не может абсолютно ничем помочь В центре имеет третий уровень Ну, также Шаман третий, конечно, и Найт Сталкер вообще второй С уровнями у игроков команды Минески, вернее, пока что только у суппортов, не заладилось Но, опять же, перемещений много Можно хотя бы в центре постоять Правда, вот Некрофос, он в лесу не так эффективен, как тот же Мипа Мипа вот уже свернул в лес и полностью дает получить уровень на линии Шейкеру Вот, как я уже озвучивала, этого Мипа важно не отпускать Понятное дело то, что... Ого, смотри, пожалуйста, это и делает Найт Сталкер Да, тем более сейчас ночь, он все прекрасно видит Видит также РР, который ходит здесь и, видимо, ждет даже, чтобы его глимпсонули, чтобы потом подошел Некрофос и разобрался с Дисраптором, который получит нам условный Войт Здесь же, ну, Дарксира, опять же, пока что все спокойно, его оставили Пока оказывается давление на Мипа, Дарксир фармит Ну, Антимаг тоже фармит У Антимага со вторым Сталшилдом нет таких проблем с Дарксиром Которые могли бы быть у любого другого героя Да, соглашусь, ПХП проседает, но уже есть два кольца на регенерацию и большой проблемой это не является Да, также оставили Тимбера В основном все внимание сосредоточено именно здесь, в центре И, кстати, на нижнюю линию перетягивается РР, погибает, продолжается нападение на Джеймса Но здесь есть Пак, который прилетел и очень хочет забрать, и есть Дримкоил Пока что Рейджем Потейта вместе с Мипа бежит за Шадоу Шаманом Заберут Джабса, да, это минус Джабс Ну, Джеймс помогал, ушел на лоу ХП, тем не менее, он фласочку использовал Ну что, это первое убийство для команды Экзекрейшн Причем оно падает в карман именно Мипа, многострадальному Да, три раза Мипа погибал и только сейчас сделал свое первое убийство Да, правда, у Мипа все равно не все хорошо с Нетворсом Есть какие-то стаки маломальские у него для того, чтобы там фармить Но Некрофус на тысячу его опережает Хорошо фармит на на И фармит, и убивал Там у него была профилактическая фиссура, я думаю Да, нет Дримкоила, и у Нана не будет никаких проблем здесь Просто стоит против пака, хилиться, живет Так, телепорт от Джеймса наверх Наскучило ему стоять внизу Да, у Айсесайса тоже сейчас немного развязались руки У него есть хотя бы шестой уровень Ну, у Джеймса пока пятый Кстати, ведь с Найт Сталкером можно и убить Дарк Сира Но нет маны у Дэрила Вот просто для сравнения Манга есть Насколько успешными, эффективными были ранние перемещения Найт Сталкера Что его Найт Ворс не сильно отличается от Найт Ворса того же Айсайса Да, действительно, так и есть Самое главное, эти перемещения потом оправдать как-то Но сейчас они пока оправдываются сполна Заходит Айс довольно нагло за Тауэр Ну, потому что может, знаешь Почему? Потому что может Он, Муши сейчас пытался сделать куда-то телепорт На свою же Т1 вышку Это мисклик был на самом деле Ну, мисклик, мисклик Хотел дерево съесть Такое бывает Ну, опять же, за ошибки, особенно за такие, платят иногда дорого Благо для команды Минески, что это был антимаг, который, в принципе, в файте Не особо ты и нужен на ближайшие минут 10-15 Ну, в принципе, стадия игры не совсем такая Вот против какого... Ну, и с этим героев, наверное, вражеских не совсем такое Вот против условного Бладсикера, например Лучше иметь ТП не в КД Да Ну, теперь понятно, почему банили Бладсикера Минески Они же его, кстати, забанили как раз перед пиком антимага Там пошло нападение Дримкойл на Некрофоса Его могут забрать, но прокиливает себя на навгуст шрауди Прожимает еще и стики Коса пошла по Габи, но Габи не забрали Шадоу Шаман подходит, кидает сетку Но Шадоу Шаман быстро оттуда отошел А Мипа в итоге догорел Загорел от Херстоперауры И потом Деспульсом забрал Некрофос В это время разобрались и с Шадоу Шаманом Он на Варде находился И Пак прекрасно располагал информацией Забрал Реджем Потейта, этот фраг На секунду мне даже показалось Что Габи здесь простили и отпустили И еще фиссура легла таким образом Что Найт Сталкер никак не мог поучаствовать в его убийстве Но да, тем не менее, Мип отправился в таверну Уже в четвертый раз за эту игру Так, Айсайс наверху в очень агрессивной позиции Но куда больше проблем сейчас у Рейджем Потейта Будет ли Сайленс? Есть Сайленс, но нет косы Да и ночи в принципе нет Найт Сталкер не такой быстрый Так бы потенциально могут догонять, еще замедлять Пока Проблемы у Дезраптора Его бьет Муши, можно дать Манавойт И лопается РР Не клеится у Минески У Экзекрейшн, у Минески как раз все клеится И проблема в том Для Экзекрейшн, что фармит антимаг Да, ему пока что никаким образом помешать не могут Номинально герои, которые ловят антимага Есть у Экзекрейшн, но у них пока нет ресурсов для этого И даже через все эти станы, глимпсы И так далее Пока его просто не убить, потому что нет урона Да, у Мипа совсем скоро появится первый Драгонлендс Первый, возможно, единственный Не всегда Мипа собирает по 2, а то иногда по 3 Драгонлендса Пак прыгает на орб Кстати, хотят забрать игроков команды Минески Есть Дримкоил, есть Фиссура Шейкер может зайти с Ахаслэмом И дает Ахаслэм в Айсайс Айса Айсайс Айса очень быстро сдувает Но тут вновь коса на Мипа Хороший статик шторм Попал по Некрофосу, не выпустит Из Кинетик Филда его Но прохиливает себя на Нале Умик умрет Приходит сюда также Нинджа Буги Очень много урона дает по Джеймсу Ну и идет Некрофос за Дисраптором Скорее всего, его даже заберет Последний удар И это минус Дисраптор Пока что очень кровопролитная драка 3 в 2 Но все равно выходит победителем из нее именно Минески Некрофос, конечно, просто невероятный герой Уже казалось, что он погибает Он был под таким нереальным фокусом Там оставалось, я не знаю, 1% ХП оставалось точно Но прожимается Гош Шраут Прожимается Хил И все, пожалуйста, фулл ХП Да, Хил, стики Тем временем В мире антимага Спокойный размеренный фарм Практически уже имеется Во вражеском лесу Практически уже имеется Баттлфуде Нинджа Буги Нападает на Габи Габи нельзя погибать Но тут есть ворды Шадоу Шамана Нинджа Буги продолжает его бить Держит в сетке Муши нужно давать хоть что-то Мановой И Габи в итоге не успел улететь Пуфнуться На своего Мипа Которого он отвел Пока расходится Мипа погибает вновь и вновь Да, у него четвертый Нетворс на карте Он не намного лучше Того же Айс 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 Айс, например, фармит Судя по Нетворсу Но обычно Мипа Пойдет Ну, так и нужно делать Но Айс 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 Айс, кстати, сейчас может заиграться Он просто пошел прохарасить Пака Получил Сайленс Получил Дрим Койл Дисраптор Есть Статик Шторм Но Дэрил пока живет У него 20 атаков реактив армора Прожимает стики И Айс жив До сих пор А тут уже подтянулась команда И есть сетка Шадоу Шамана По Дарк Сиру Есть Кассаут Микрофоса И это минус Джеймс И нападение продолжается На Пака есть Сайленс И это будет также минус Еще и Пак Рейджем Патейта погибает Вообще, говоря о том, что Так себе дела идут у Мипа Наверное, стоит упомянуть Дарк Сира Который как будто тоже Коргерой Но при этом имеет 2700 Нетворса Это цифра аналогичная Нетворсу Сапов В этой игре А Найт Сталкер вовсе его опережает Да, тут Ну, уши Баттлфьюри Уже Хедреска На 15 минуте ПТ Хедрес Баттлфьюри Замечательно все у Антимага Скорее всего, он будет выходить сейчас на линию Распушивать низ Пока его команда занята Линией наверху Да, вот И Серпент Варды Да, при этом Антимаг Тоже Вы сами должны понимать Что он не является планом А Команды Минески Он является всегда планом Б И обычно, когда ты играешь с Антимагом То ты к этому плану Б Вынужден прибегать Потому что потом, когда Антимаг На фарме Ты Будет эффективен А здесь Сейчас даже план Б Не нужен Да, да, да Я с тобой соглашусь Конечно, не хотелось бы сглазить Но пока Очень и очень уверенно Минески справляются И вчетвером Находят Люмика Его режет Айсайсайс Буквально Режет по-живому Ну, касай До свидания Шейкер 4.15 Пока это Разрыв От Минески 12 тысяч Перефарма По опыту Мы видим уже больше 10 тысяч А мы знаем, как решает опыт А это всего-то 16 минута Да, как решает опыт Вообще И на такой минуте И в принципе Вот мы Много говорили Об этом После появления Талантов Минус Дизраптор Тем временем Делает Нейт Сталкер Вместе с Муши Муши Зарабатывает фраг Тратится Дримкойл Тратится орб Но даже Отогнать От вышки Минески Просто не получается Есть Некрофос Тем более У Некрофоса Пайпы Все потуги Вот эти вот пака Как-то Хотя бы Прохарасить Они сводятся на нет Я упоминала о том Что номинально У экзекрэшен Есть герои Которые ловят антимага Это Шейкер Это Мипа Это разумеется Дизраптор Но мы видим То, что темп игры Минески задают такой Что им просто Не до этого Нужно дефить пайпы Словили в Родофотос Есть Хекс по паку Его ускорил Дарксир Но Сурж Спасает Родофотос Принес себе На Некрофос Повезло на самом деле В какой-то степени Рейджен Потейт То, что не было еще косы У Нана Иначе Это был бы минус пак Да Мипа Распушил линию сверху Что, кстати, неплохо Вот Пока экзекрэшен терпели Пока им сносили Это два вышку В центре Габи Немного поработал Кстати, Муши Приобрел Владмир Ну Больше для фарма стаков Но Владмир Если что Поможет в драке Подключаться пораньше С командой Да, в принципе Мы уже видели Как именно в компании Муши внизу Вырубали дизераптора У него так-то 3-0-1 То есть Муши Несмотря на то, что На фоне своих тиммейтов Его игра выглядит Довольно пассивной И однообразной Он участвовал В таком же количестве Киллов Которым обладает Команда экзекрэйшн Полностью Да, вот он смог От экзекрэйшн В итоге Пока что Ничем не закончился Могут сейчас Сами покорять экзекрэйшн Находят Найт сталкера Будут ли перетяжки Будут ли телепорты Не совсем удачный Статик шторм Нинджа буги Просто отходит И не получает урона Муши прыгает на пак А пак дает орб Прячется в фейсшифт Идет уже шатоу шаман Ну и Выход к счастью Для команды Экзекрэйшн Не закончился Двумя смертями На паке и на Дисрапторе Но потрачены спелы Потрачен Дримкоил Потрачен Также статик шторм И сейчас Абсолютно ничего Не может сделать пак Вместе с Дисраптором Не может ничего сделать Муши Да и в принципе Команде Команде Минески Потрачены Серпентварды И Хотят заходить Драться в Рошпит Экзекрэйшн А чем? Но они без полов Так бы хорошо Дримкоил ложился Так бы хорошо Ложился статик шторм В этот узкий Рошпит Хотят Айс 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 Взять И Айс должен Прекрасно понимать Все уже Он видит Джеймса Но сейчас Очень многое зависит От Дэрила От того как он сыграет Прыгает на него Мипа Есть сетка Даркнесс прожал Найт Сталкер Айс 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 Погибает в итоге И Найт Сталкер Шаттл Шаманам Должны успевать Но кажется Они уже не хотят драться Находят РР И РР под Сайленсом Просто убегает Все разбежались Ну откровенно говоря Даже где-то продали Айс 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 За него получили 800 золота Игроки команды Экзекрэйшн Ну как говорится Спейс Крейтед Да но Могли там сыграть Немного и Получше Минески Не отдавать противнику Вот лишние такие Киллы Потому что Эти киллы потом могут Сыграть с ними В злую шутку И в итоге Что Рейджин Потейто Схватят ли Хватает Хватает его Джабсы Рейджин Потейто Отправляется в таверну На 55 секунд Монстр килл Уже у Нана В принципе Айгас в арсенале есть Уже резнулся Тимберсоу Можно пытаться Заходить на Т3 Да И Тимберсоу С Бладстоуном Хорошо в принципе Для Айс Айса Что погиб до покупки Бладстоуна А не после Да Частенько бывает обидно Особенно когда ведешь Доминируешь Покупаешь Бладстоун И после этого По закону полностью Начинается череда смертей Муши Рискует ли он Быть найденным У Люмика есть Да Муши нашли Мипа Мипа поработал И у Люмика Есть блин Если что Начинается драка Есть Хекс По Мипа Ну и Мипа погибнет Дальше продолжается Погоня за Люмиком У него есть блин Даггер он с него уходит Но Тоже очень мобильный Тимбер Не даст Спуску Шейкеру Да Шейкер погибает Вообще Сейчас Нужно заходить На сторону Будет ли байбэк Мипа Интересно Или сторону Захотеть Экзакрешен Отдавать Все таки По хорошему Про каст Дарксира И Дезераптора Должен быть Поэтому потенциально Можно воевать Да Ну вот Мипа Тоже Улетел в таверну Надолго Даже без Использования Косы И Это объясняется тем Что он 17 уровень Мипа Очень быстро Получает опыт И как раз Это герой Который Наверное Один из лучших В принципе По ХПМу Всегда идет Не байбэк Этся Мипа Понимает Что Т3 Уже 100% Снесен Дарксир Нападает Очень хорошо Под ахослэм Шейкера Но Даже Не убили Шадо Шамана Он до сих пор Жив Правда Статик Шторм добивает Не хочет драться Пока Нана Есть Коса Но нет Маны На нее Есть Еще и Стики Если что Нана Заходят Все равно Заходят На бараки После смерти Дарксира Комбинацию Провернули А вот Толку-то Почти Никакого Умер один Несчастный Шадо Шаман Но сейчас Мипа Правда Шейкер Получил Косу Но с Мипой Еще не Разобрались Тимберсо Очень больно Пробивает Еще и Габи Там же Муши Щелкнул Рейджем Потейта Который Летал И отвлекал На себя Внимание Габи Габи Погибает Это Г Г Верно Говоришь Роман Да Конечно Провернуть Комбинацию Особенно Когда у тебя Весь драфт Под нее Заточен Это Хорошо Но Есть Один Нюанс Когда у Врагов Уже 20 тысяч Перефарма Твои Комбинации И урон Которым ты Располагаешь Могут Просто Не Сработать Не Отпускается Такая Команда Как Минески Просто Не Отпускает Такое Преимущество Не Разбазаривает Его Попросту Ну что Мега Крипы Не Выйдут Потому что Еще Стоит Т2 На Нижней Линии Но Дело Пахнет Явно Жареным Для Экзакрейшн Конечно После Вчерашнего Не Хочу Зарекаться Потому что Мне повезло Целых Три Игры По часу Комменти С мега Крипами Но Тут Я думаю Шансов Экзакрейшн Нет Наверное Именно Поэтому И не пишут ГГ пока что Потому что Стоит Т2 Ну да Понятное Дело Тем более У них Есть сильная Драка Есть Хоть какой-то Потенциал Поймать Кого-то Из героев Зафокусить Заберстить Но я не думаю Что Минески Уже Позволит Себе Такую Артефакты Еще Еще Больше По классу Скажем так Лучше по классу Это Солар крест Это Линза У шамана Просто Потому что Он может У него Есть уже Блин Даггер Будет И линза Замесили Пока И так Очень опасная Ситуация На карте И так Тотальный Проигрыш По всем Фронтам У экзакрейшн Они себе Еще позволяют Вот такие Вот отдачи На простом месте Возможно ГГ не пишут Но в голове Уже Подсознательно Понимают Что эту игру Не вытащить Ну будет Возможно Какая-то Последняя драка Скажем так У Дарксира Есть блин Даггер Сейчас на это Стоит уповать Но Айсайсайс Там не дает Прохода Просто этому Дарксиру Вместе с шейкером Разбивается Разбивается Смоук На базе Дарксир Уже в позиции И сейчас Просто хотят Провернуть Последнюю драку Ну именно Красивую Хорошую Просто красивую Драку Но Нет Даже это Не захотел Делать Джеймс Вот просто Комбинацию Они понимают Сенки нету Дарксира Если что Ну да Но они понимают Уже прекрасно Что они проиграли Что это никак Не выиграть Но хотя бы просто Замес престижа Нужно Сделать Но Джеймс Стягивает Одного героя Под Ахаслэм И это вновь Оказался Бедный Многострадальный Шадоу Шаман Хотели провернуть Комбинацию Убили Шадоу Шамана Написали ГГ И развалили Еще и Некропуса На собственной базе Когда Когда уже Упала сторона Когда уже Вообще Упало Все Что